Доброе утро, друзья! 6 мая на календаре. Среда. Как отдохнули? Все живы-здоровы? Рады встречать это утро вместе с вами. Сегодня мы посидим в уютном кинозале и посмотрим один из лучших фильмов о Великой Отечественной. Что-то я вроде задремал, Петя, а? Не задремал, а уснул, как старый Мерин в упряжке. Вспомним подвиг Николая Гастелло вместе с Ириной Тарасовой. Машину Гастелло подбили. Загорелся топливный бак. Николай решил идти на таран. В рубрике «Бредовости» посмеемся над незадачливым обжорой. К счастью, отец успел заподозрить что-то неладное и отменить заказ на 450 с лишним фунтов. И удивимся нежной дружбе кошки и обезьянки в рубрике «Вот это да!». Еще сегодня нам предстоит остановить голосование за участников конкурса «75 лет без войны» и прослушать сводки Совинформбюро от 6 мая. От Советского информбюро. 6 мая 1942 года. Ночью разведывательная группа противника пыталась проникнуть в расположение наших частей, действующих на Западном фронте. Обнаружив немецких разведчиков, наши бойцы открыли ружейно-пулеметный и минометный огонь и вынудили немцев отойти на исходные позиции. На поле боя осталось 60 убитых гитлеровцев. 6 мая 1943 года. Захваченный на Кубани в плен ефрейтор 7-й роты 66-го мотострелкового полка 13-й немецкой танковой дивизии Йозеф Малек рассказал «Мне пришлось воевать всего лишь несколько дней. На фронт я прибыл в апреле в составе маршевого батальона». Солдаты с пренебрежением отзываются о пополнении и говорят «Если кадровые войска не смогли одолеть Россию, что же смогут сделать пожилые парикмахеры, торговцы, официанты, которых сейчас тысячами гонят на фронт?» 6 мая 1944 года. Южнее города Тирасполь шесть разведчиков во главе с гвардией старшим сержантом товарищем Герасимовым ворвались в траншею противника и в рукопашном бою уничтожили 10 немцев. Вскоре гитлеровцы перешли в контратаку. Советские воины в течение двух часов вели бой с численно превосходящими силами противника. Разведчики удерживали траншею до тех пор, пока им на помощь не подошли наши подразделения. 6 мая 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, полностью овладели островом Рюген. В боях взяли в плен 4660 немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолета и 215 полевых орудий. В числе пленных начальник мобилизационного отдела Шестинского военного округа контр-адмирал Хорстман. Как появилось слово «дом»? Как-то так совпало, что сегодня и словарь про «дом», и рубрика для настроения тоже про «дом». И это мы вам так намекаем. Не спешите на улицу, нагуляться еще успеете. Потерпите. Будем надеяться, что это ненадолго. Несколько часов работы, и вот уже на домах Заречного появились красные флаги. До Дня Победы остались считанные дни. Готовимся встретить его в отличном настроении. Пока действует режим самоизоляции, о походе в кинотеатр не может быть и речи. Но мы в него и не торопимся пока. Хорошие фильмы можно и дома посмотреть. Какие? Давайте вспоминать вместе. Доброе утро! Сегодня в кинозале мы будем вспоминать советские фильмы о войне. Только вот какие выбрать? Летят журавли, баллада о солдате, судьба человека, офицеры. Помни имя свое. Иваново детство. Дом, в котором я живу. Сошедшие с небес. А зори здесь тихие. Освобождение. Кажется, одним перечислением я могу занять весь сюжет. Мы выросли на этих картинах. И каждая осталась в памяти. Целым сюжетом или отдельными самыми яркими эпизодами. Но знаете, лично для меня есть среди всех этих талантливых и любимых лент одна, без которой давно уже не обходится ни один день победы. Даже не знаю, сколько раз я ее смотрела. И готова пересматривать бесконечно. С любого момента. И всегда до конца. Это фильм «Они сражались за Родину». Это самое начало фильма. Еще до титров. Идут по горячей, выжженной июльским солнцем степи наши солдаты. Мохи жужжат, птицы пищат. И в эти мирные природные звуки вплетаются шаги по тяжелой песчано-каменистой дороге. Кругом пока еще мир. Тревожные ожидания. Наши отступают. Оставляют немцам хутор за хутором. А в них беззащитных женщин, детей, стариков. Да мне вот кизика вот эту пагану вам жалко дать не то, что соли. Наташки мои, за что ж такая немилость-то к нам? А ты не знаешь, за что. Весты же твои глаза. Куда идете? За дон поспешаете. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружья брать, да выронять вас от немцев? Народ-то на кого бросаете? Пристыдила она Лопахина, но и ведро, и соль все-таки дала. У всех одна беда. И знают сельчане, что не по своей воле оставляют их солдаты. Мучаются от собственного бессилия. Что скажи мне, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Вот тут вот научимся. Вот в этих вот степях научимся. Я уж, например, дошел до такого градуса злости. Что, плюнь на меня, слюна кипеть будет. Зверею! Здесь нет страшных натуралистичных сцен. Крупных планов, оторванных рук и ног, крови, текущей рекой. В то время знали, как передать все ужасы войны без этих шокирующих картин. Показывали лица, чувства. Самое нутро каждого солдата показывали. Как в жаркий полдень копали в каменистой земле окопы. Как смотрели нашедшие прямо на них громадные танки. Как готовились принять бой. Оправляли гимнастерки. Проверяли, все ли удобно лежит под рукой. Понадежнее упирались ногами в землю. Как уставшие после схватки засыпали прямо в строю во время очередного перехода. Гранебойщик. Дело серьезное. Не по твоему характеру. А характер у тебя, Петя. Петя. Характер у тебя. Эй, ты че это? А ну-ка дай задний ход. А никого. Что-то я вроде задремал, Петя. Не задремал, а уснул, как старый Мерин в упряжке. А на следующий день чуть успели отдышаться и окопаться. Авианалет. Гамма чувств. Растерянность, страх, отчаяние, злость, решимость, мужество. Воронки от разорвавшихся бомб. И тишина. Все закончилось. Солдаты выбираются из укрытий, отряхиваются и вдруг начинают смеяться. У тебя только что слезы стояли в глазах от увиденного. И вот ты уже улыбаешься шуткам и понимаешь, какое нечеловеческое напряжение эти люди сейчас пережили. А теперь оно их отпускает. Выходит, благодаря неистребимому чувству юмора. Гляжу, а он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня. Федя, меня не убили, а глаза у него ну прямо по кулаку на лоб вылезли. Они знают, что это только начало. Скоро их ждет тяжелейший бой, после которого будет много убитых и раненых. А выносить их из-под пуль придется хрупким девчонкам-медсестричкам. А в минуты затишья солдаты вновь подбадривают друг друга смешными рассказами из прошлой жизни, вспоминают родных. Дома желательно бы побывать, ведь у меня четверо детишек. И вот понимаешь, год их не видел и забыл, какие они обличия. Про жену я уж не говорю, тут дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь. Только признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее подмышками пахнет. Пересказывать этот фильм, наверное, бессмысленно. И даже если вы видели его тысячу раз, посмотрите снова. Вместе с детьми, с внуками. Не думайте, что они не поймут, что им это рано или неинтересно. Он настолько живой, что от него невозможно оторваться. Это сама реальность, война изнутри, такая, какая она есть, глазами обычного пехотинца. Со всеми его чувствами, мыслями, разговорами. Такие люди сражались за Родину. В конце 90-х, начале 2000-х вдруг стало модным развенчивать подвиги героев Великой Отечественной войны. Но знаете, на подобные уловки могут попасться только те, кто не любит свою страну и не знает свою историю. Сегодня мы отмечаем день рождения Николая Гастелло. На легендарный таран он пошел, когда ему было 34 года. Здравствуйте. 6 мая 1907 года родился мальчик, которому было суждено стать одним из первых героев Великой Отечественной войны. Николай Гастелло. Его отец Франц Павлович Гастелло был родом из Белоруссии. Но в 1900 году он перебрался в Москву, и там его фамилию переначали на более привычную слуху – Гастелло. Николай в 6 лет поступил в училище для мальчиков, а с 1919 года работал слесарем. В 1932 году по призыву партии «Молодежь на самолеты» парень уехал в Луганск учиться в школе пилотов. И уже через год его направили в Ростов-на-Дону. Там Николай стал командиром корабля авиации дальнего действия. В 1939 году Гастелло участвовал в локальном конфликте на границе СССР и Монгольской народной республики с Японией. Затем была Советско-финская война. В июне 1940 года летчик участвовал в Бессарабской операции, которая длилась всего 6 дней. Весной 1941 Николай прошел курсы переподготовки и освоил новую боевую машину – двухмоторный бомбардировщик Илюшина. А уже 24 июня, на третий день войны, Гастелло сбил фашистский бомбардировщик Люфтваффе. 26 июня 1941 года экипаж из четырех человек под командованием Гастелло получил задание нанести авиаудар по колонии немецкой военной техники. В операции участвовало и второе звено. Когда наши самолеты подлетели к колонии фашистов, вражеская артиллерия открыла по ним огонь. Машину Гастелло подбили. Загорелся топливный бак. Николай решил идти на таран. Экипаж мог бы катапультироваться, но он остался с командиром. Горящий самолет, врезавшись в колонну вражеской техники, сорвал спецоперацию фашистов. Спустя неделю после гибели Николая информация о нем появилась в Совинформбюро. А еще через пять дней вышла заметка в газете «Правда». 26 июня 1941 года Николаю Францевичу Гастелло посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. С тех пор обо всех летчиках, решившись на таран, говорили, что они повторили подвиг Гастелло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Программа «Страна Росатом». Продолжаем соблюдать режим самоизоляции и наблюдаем за братьями по несчастью за рубежом. Представьте себе, им дома тоже скучно, но они находят себе занятия. Как умеют, так и находят. Доброе утро! В эфире Бредовости. И вот, что вас ждет в сегодняшнем выпуске. Маленькие обжора – разорение для родителей. Юмор ничего не стоит, и все-таки он дороже лимонада. Где закрыться от семьи и, наконец, спокойно поработать? А теперь обо всем по порядку. Гаррет Дэвис из Великобритании теперь бдительно следит за тем, чтобы его телефон не попал в руки четырехлетнего сына. Недавно маленький умник воспользовался мобильным приложением и набрал огромную корзину в продуктовом онлайн-магазине. В нее вошли конфеты, пирожные, закуски, 184 апельсина, 11 пачек кедровых орехов, 24 упаковки бекона, а также клубника, бананы и многое другое. К счастью, отец успел заподозрить что-то неладное и отменить заказ на 450 с лишним фунтов. Это более четырех тысяч рублей, между прочим. Когда мальчика спросили, зачем ему столько еды, маленький жадина ответил, чтобы у него вкусностей было больше, чем у кого бы то ни было. А часть затраты он собирался покрыть собственными сбережениями. В его копилке было целых 14 пенсов. А вот шестилетний Каллоган МакЛафлин из Канады стал в некоторой степени антиподом англичанина. Мальчик давно хотел открыть киоск с лимонадом. Когда же началась пандемия, парнишка свою мечту осуществил. Только вот его товаром стал не лимонад, а юмор. Каллоган всегда готов поделиться с прохожими парой анекдотов и шуток из найденной у его мамы книги. Причем людей он веселит совершенно бесплатно, справедливо рассудив, что хорошее настроение нельзя ни купить, ни продать. И снова Великобритания. Английские архитекторы заявили, что они разработали идеальное рабочее место на время карантина. Мини-офис авторы представили в форме яйца. По их мнению, в круглом помещении площадью 7 квадратных метров человека ничто не будет отвлекать от работы. Он сможет уединиться и быстро разобраться со всеми делами. Офис полностью изготовлен из дерева, поэтому в нем легко дышится. Кроме того, такой дом гармонично впишется в любое природное пространство. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите завтра, а сейчас на очереди гороскоп. Овен. От вашей силы зависит ваш успех, так что не теряйте времени даром. Постарайтесь сделать так, чтобы оппоненты не смогли вас опередить. Телец. В этот день все будет зависеть от воли случаев и способностей реагировать на возникающие события. Забудьте о всяческом планировании и координации. Близнецы. Ищите того, кто стоит в стороне и не претендует на ваше внимание. Этот человек настоящий, а значит именно он вам и нужен. Рак. Авторитетные личности могут вызвать у вас легкий стресс. Ничего не бойтесь. Вместо этого просто запаситесь терпением и подождите, пока улягутся страсти. Лев. Напомните о себе людям, которые могут решить ваши профессиональные или финансовые вопросы. Возможно возвращение старых долгов, в том числе тех, о которых вы давно забыли. Дева. Даже если у вас нет уверенности в том, что вы поступаете правильно, шагните вперед. Уже по ходу дела вы без труда во всем разберетесь. Весы. Перестаньте зацикливаться на ошибках прошлого. Вы не можете ничего вернуть и исправить, поэтому просто сделайте выводы и двигайтесь дальше. Скорпион. Постарайтесь не слишком афишировать свое финансовое положение, если не хотите испортить отношения с друзьями. Могут позавидовать. Простите им эту слабость. Стрелец. Вы имеете полное право гордиться своими успехами. Никто другой не смог бы такого добиться за столь короткий промежуток времени. Козирог. Вам предстоит многое сделать. Позже будет возможность хорошо отдохнуть или заняться чем-то приятным и даже бессмысленным. Водолей. Перестаньте выжимать из себя все соки. В вашей жизни не хватает непредсказуемости. Оставьте тщательное планирование и просто насладитесь тем, что вас окружает. Рыбы. Вы решили относиться ко всему столикой юмора и легкомысленности. И это уже начинает приносить свои плоды. Все само идет к вам в руки. Напоминаю вам, друзья, на календаре 6 мая. Среда. И сегодня в 10 часов утра мы остановим голосование за участников конкурса 75 лет без войны на портале городзет.инфо. У вас осталось совсем немного времени, чтобы поддержать своих родных и друзей. Не упустите его. А мы пока работы посмотрим. Кино идет, воюет свод. Далекий год на пленке старой. Нелегкий путь. Нелегкий путь еще чуть-чуть. И догорят войны, пожары. Счастливый май. Счастливый май, любимый край. Пришел рассветы миру, улыбнулся. Что юга отмела, что в небо развела, и прадед мой с войны домой вернулся. Я рисую на окне, мир почти такой, как наш. Я рисую на окне, акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна. Где у всех, у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, но где же счастье? Вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит. Мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, Нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, С наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век, без обид и слез в глазах. Где ты, добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, Где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит. Мир, который нужен мне. Кто-то ищет целый век, Ну где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, Посмотри мое окно. Работу посмотрели. Самое время напомнить, что у нас будет 4 победителя. Одного выберут зрители, Еще трех в разных возрастных группах члены жюри. Всем призерам полагаются подарки от двух сетей. Планета канцелярии и магазин игрушек. Как будет проходить награждение, не скажу. Все узнаете 9 мая в нашей праздничной программе. А пока давайте послушаем советы наших народных умельцев. Продолжаем творить вместе с ютуб каналом Бери и делай. Как вернуть к жизни старую, но любимую заколку? Легко. Теперь сделаем кулоны. Берем обыкновенную металлическую шайбочку. Покрываем ее лаком. Пока он не застыл, наносим несколько капель другого цвета. Тонкой палочкой или проволокой смешиваем. Как появилось слово «дом»? Между прочим, дом – одно из древнейших индоевропейских слов, очень хорошо сохранившееся. Его можно встретить в греческом «домос», в древнеиндийском «дамос», в латыни «домус». В древнерусском языке оно впервые упоминается в XI веке. Слово обозначает любое здание для жилья или учреждения, а также семью или живущих вместе людей. Как вы думаете, может ли кошка подружиться с обезьяной? Казалось бы, это совершенно разные животные. Одно дикое, другое домашнее. Но в человеческом мире все так запутано-перепутано. В общем, смотрите, вот это да! « Kantron tentFire» ЗАГ bitcoin Готовность «Он ведо ноги» Готовность Сphy main Субтитры подогнал «Симон» Друзья, живите дружно с родными, соседями, коллегами и знакомыми. В мире любые проблемы решить гораздо легче, ведь так? Вот на это и будем равняться. Легкой вам рабочей недели. Надеюсь, завтра увидимся. Субтитры подогнал «Симон»